Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 29 августа в 11.37 Рубикон был перейден Вот эту речку я переплыл на лодке Альпака И сегодня я должен постараться пройти, ну очень много, чтобы войти в свой план Погода пока балует, а там посмотрим С вами был рюкзак, шмурдяк и карабин Первая серия Михаил Ярин В сети известен под ником Хыч Охотник, путешественник, экипировщик Вырос в поселке, расположенном на хребте Сихоте Алинь в Приморском крае Специалист по экипировке и снаряжению Занимался различными видами спортивного туризма Альпинизмом, ледолазанием В армии служил в разведке Имеет жетон спасателя В последние три года предпочитает совершать Одиночные охотничьи экспедиции Эта экспедиция за снежным бараном якутского подвида Готовилась два года До места охоты два дня пути по дороге И потому что от нее осталось Через реки без мостов И сквозь красоту, не тускнеющую от тяжести пути Привет, я Ярин Михаил Эксперт компании Ситка Россия Я нахожусь на юго-восточных отрогах хребта Чешского На Колыме И еду охотиться за бараном Вот, и сейчас я вам покажу Как проходить переправы С использованием экипировки Ситка И обуви Аку Вот я экипирован На мне штаны Клаудберст Из материала Гортекс И ботинки Аку Джагер Тоже с подкладкой Гортекс Если у вас нет скотча с собой То в принципе можно взять И веревочкой по ракордам Или еще чем-нибудь Вот туда мне надо перейти Моя дорога идет вот так Эмбрама Гортекс не промокает Соответственно я должен выйти сухим Вот я вошел Иду по перекату Так, немного скользко Горные реки Обычно переходятся рано-рано утром Потому что тогда Минимальный расход воды Но сейчас 12 часов Час дня Расход в принципе увеличился Но он тоже не сильный Потому что стоит погода хорошая Ну и вот смотрите Начинается самое интересное Вот эта вода Я пошел Цель Михаила Горные хребты Именно там обитают снежные бараны Вода, которая здесь не раз Преградит путь И станет одним из самых неприятных противников В горах может превратиться В драгоценную редкость Ничто не однозначно в нашем мире Хотя именно здесь Все проще и понятнее Чем в городах Среди людей Не нужно гадать Кто тебе друг Кто враг Нет пустых надежд Нет много чего лишнего Есть ты Твои навыки Воля И конечно экипировка Которая не всегда Оправдывает твои ожидания Вода просочилась Но я не залился Сейчас надо все быстро снимать Зато я помыл ботинки С вами был рюкзак Шмурдяга и карабин Вторая серия Это дорога По которой я пришел А это вот Такой пейзаж Вот тут река Шумит Сейчас мне ее переходить надо Опять Мостов не Уже давно Рюкзак Шмурдяга и карабин Третья серия Прошел я где-то уже Километров наверное Ну больше 15 Это точно В некоторых местах дорога Это просто песня А в некоторых А ты из рая Вот еще мне осталось Километра 4 Я сегодняшнюю норму сделал Среднеколымская 1826 Так что должен Успеть До темноты Привет Я иду уже почти в 8 часов Отмахал Где-то двадцаточку уже У меня остался Километр Фу Без 28 вечера Ой Жесть Я старый больной человек Зачем мне все это Я не понимаю Но вариантов у меня нет Это очень хорошо Когда нет вариантов Рюкзак шмурдяга и карабин С вами Четвертая серия 8.15 утра 30 августа Второй день Вот И сразу начались приключения Вот тут есть мост Но что-то по нему Как-то мне ссыкотненький Поэтому попрем вот тут И что будет дальше Мне абсолютно невонятно Конец лета Начало осени Идеальное время Для охоты в этих местах Мириады жалящих насекомых И сильная жара позади А продолжительные ливни И холода впереди Впрочем погода Всегда может преподнести Неприятный сюрприз Красота этих мест Беспощадно Вдалеке от цивилизации В сотнях километров От ближайшего Человеческого существа Охотник-одиночка Не имеет права на ошибку И тем не менее Михаил здесь И спустя почти два дня Он оказывается там Куда приводят мечты 30 августа 16.09 Я вошел в район Вот такая вот Тут красота Вот оттуда я пришел Вот оттуда Посмотрев на эти горы Начинаешь понимать Почему охота на толсторога Во всем мире Считается элитарной Здесь не так много мест Где можно укрыться И одновременно Вести наблюдения Подобраться к обнаруженным баранам Еще более сложная задача Слух, чутье И особенно зрение Снежного барана Это качества О которых слагают легенды Малейшая ошибка Или попросту случайность Камень, покатившийся по осыпи Внезапная смена Ветра Поворот головы барана Часового И все эти сотни метров Покручим вверх и вниз Вверх и снова вниз Оказываются пройденными зря Мечта, увенчанная Роскошными рогами Исчезает за ближайшим гребнем Везение Терпение Отличная физическая форма Выдержка Холодный расчет И верный карабин Вот то, что поможет мечту Сделать явью Рюкзак, шмурдяк и карабин Но я его все-таки достал 246 метров Дистанция стрельбы Угол места цели 30 градусов Один патрон 300 винчестер Магнум Пуля Кубонд 11 и 7 Винтовка Лемектун 700 Прицел бинокль цельс и пусть весь мир подожди я стартанул в 9 часов 10 минут по моему в 9 10 я увидел баранов и в 17 я отстрелялся 1710 это восемь часов я их вы посол вы даже себе не представляете какой-то пипец я спустился поднялся на один бугор спустился в долину ручья скалистый поднялся на ручей на другой бугор пересек долину ручья скалистого вышел наверх спустился в третий ручей поднялся на половину на другой бугор обошел его траверсом спустился в четвертый ручей поднялся отметку реза воды где-то сейчас я по карте посмотрю короче я сегодня сходил на эльбрус вот так вот в легкую мне вышел вышел на то место где их видел и не увидел там никого вообще они там были на но перед этим когда я поднимался на склон я что-то посмотрел в сторону вверх по долине ручья и вдруг вы куда столбик с антенками достался из посмотрел а это оказалось стражевая коза то есть бараны там были коза еще две козы и ягненок ну козы то мне не нужны я то видел вроде бы как блестели то рога чемпионского в общем вылез я обратно на гребень подобрал рюкзак сел воды у меня оставалось ровно 400 грамм миллилитров потому что их внизу все вылил вот чтобы не переть на по на финишном рывке думаю надо сейчас покушать и решил посмотреть где там сторожевая коза повернул настроил цейс и увидел 13 штук и все а дальше я пошел за ними потихоньку полигонку по гребня пошел и дошел они кстати не ушли стоят смотрят одно попаданием позвоночника чуть чуть ниже взял наконец-то не слошил бы было бы обидно если бы я промахнулся но это не самое интересное самое интересное что ночевать я буду здесь я взял с собой жилетку кельвиновской кладбёрст каким-то образом сейчас я тут сделаю пивачок ну для начала я там все сделаю не до темноты еще два часа три чай хочу вот оборудуюсь и ночевочку заныкаюсь граббер у меня с собой по моему его не укладывал и завтра как расцветет расцветет часиков 5 двину потихоньку вниз по ручью пройду мимо всех этих ручьев посланникам и вылезу к себе наверх и завтра устроить день отдыха если мне погода на это позволит а если я буду в состоянии то я соберу свое барахло и упаду в ледниковый и по ледниковому пойду к дороге а оттуда мне останется всего фигня 30 километров до лодки а там еще дальше так что кино еще не кончилось это был рюкзак шмурдяк и карабин 6 серия что может сравниться с чувствами охотника добывшего заветный трофей они накатывают волнами как прибой и даже когда придет в норму пульс когда успокоится дыхание внезапно снова накатит счастье накатит и заполнит собой все тогда даже ночевка под открытым небом станет чем-то естественным едва ли нежеланным а а а а а а а а и Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот у меня коврик Из теплой шкуры снежного барана С дырками входного и выходного Это моя библия Фонарик, рюкзак под голову Вот, это грабер Сан Саныч, подарок Нашего кронштадтского Моего курсанта Я в него завернусь Лягу на эту шкурку Это вот кухня моя А, сейчас я вам покажу, что у меня есть А, что у меня тут лежит Во, вот у меня что тут лежит Сейчас мы это подогреем Ну, если что, скипятим кофе нельзя Болин обидно Тут барахло все развалено Вот такая вот у нас долинка Вот туда вдаль Хотел сходить, но уже все время кончилось Вот там этот бродяга лежит Вот туда его семейство убежало Время почти полдевятого 20-22 И вот туда я завтра Медленно и печально Прыг И дальше побежал Вот оттуда я его стрелял Вот с того бобра Вот, а это вот такие вот облачка тут летают Конечно, это все неправильно И цирусы идут И вообще просто, блин Ну, вариантов все равно нет Поэтому будем действовать Согласно принятому плану Сейчас посмотрим, как можно в экипировке щитка Ночевать А высота у меня здесь где-то 1100 Да Ну, хорошо набирать немного Но падать правда болит Но сейчас буду сидеть шаманить Каким образом мне отсюда валить Или низом, или верхом Посмотрим, короче Вот такой у нас заказ здесь Ну, если кто-то Еще нам нашли до постанова Привет Я готов Вот так вот А мне термобелье X-Bionic Очень хорошее Ну-ка, вверх правда Штаны Timberland Ситка Куртка Jetstream Костюм Клоудберст Полностью одетый И жилетка Кельвин На руках Перчатки Траверс На голове Шапка Траверс Высота у меня 1100 Я нахожусь на юго-восточных Отрогах Хребта Черского 31 Августа Подходит К концу Время у нас 21.10 Ну, в общем Как-то потихонечку Будем спать Во сколько проснусь Не знаю Ну, как проснусь Так проснусь Там посмотрим Это был рюкзак Шмурняга-карабин До встречи утром Доброе утро Это рюкзак Шмурняга-карабин Серия номер 7 Вот 5.22 Поспать удалось Курточку забыл Вот это дурак Предплечья замерзли Все остальное Вполне кока-кола Ветер стих Сейчас небо затягивает На вот На востоке уже нормально Уже все вижу С запада вон Из долины Пополз туман Надо валить Собираюсь Ничего не взял Взял только бошку И одну ногу переднюю Шкура Шкура обалденная Я на ней спал, ребята Просто супер Не знаю Донесу или нет Скорее всего грушу Все, привет Побежал вниз В горах Километры не меряются По горизонтали Возможно В горах Расстояние Вообще не стоит Измерять километрами Трудность пути Зависит от того Сколько и куда Ты несешь И от того Что под ногами Спуск порой Сложнее подъема А пара километров По прямой Но сквозь кедровый Сланник Выматывает Не хуже марафона Возможно Лучшая единица Измерения Пути в горах Это часы Вот Спустя 6 часов В 11.43 Я дошел до своей палатки Принес Одну ногу Переднюю Череп С рогами Своё бренное тело Всего Я прошел 16 километров Задание Сегодня я спустился С высоты 1100 Где-то наверное До 800 Потом прошел С тланником А потом Опять поднялся На 1100 Жесть Сейчас я буду Есть Пить У меня есть все Есть вода Есть еда У меня даже Бухло есть Чуть-чуть Но есть И все Сейчас отдыхать Спать А дальше Посмотрим Фух Долго ходил Устал Рюкзак Шмурдяк И карабин Какая? Восьмая Пусть будет Восьмая серия Впереди Другие дни И те же горы Впереди Еще один Великолепный Трофей И самым Достойным Завершением Этой истории Станут слова Самого Михаила Что нужно тебе Там, где нет никого Почему Едва отойдя От пережитого Вдруг ни с того Ни с сего Возникает В груди Какая-то щемящая Тоска Ее вызывает Случайно Увиденные фотографии В соцсети Иллюзия Запаха На улице Порыв ветра В подворотне И мысли уже Улетают туда В другую сторону От этого Обитаемого мира И ничего Не может Остановить Это чувство Ни воспоминания О жгучем поте Заливающем глаза Ни близкое К панике Чувство жажды Когда ты не знаешь На какое время Тебе хватит воды Ни боль в плечах От лямок Туго набитого рюкзака Все это Растворяется Как мокрый город В последних строках Романа Стругацких Но То ровное Спокойствие Которое тебя Всегда сопровождало Те эмоции На грани Нервного срыва Когда ты Стоя на коленях Где-то на гребне Хребта Молился И благодарил Все это Остается И заполняет Пространство Это феерическое Послевкусие Неизбыточная Мечта Кулинаров Виноделок Но упрямо Лезущая Вперед Жить надо Длинными планами Как говорил Юрия Швисбар Длинными планами Длинными планами Субтитры создавал DimaTorzok